Впервые на Бородинском поле Гюйса по сухопутному флаг Петропавловской крепости. Появление военно-морской святыни – дань памяти морякам гвардейского экипажа, сражавшимся здесь в 1812 году и краснофлотцам, оборонявшим Москву в 1941. Одно дело, когда моряк, который привык погибать в море, его должность и воспитывался как воин морей, он погибает здесь, представляете, далеко от Балтики, вот здесь на Бородинском поле погибал морской гвардейский экипаж. И то же самое в 1941 году, когда грянул гром, когда пришло второе нашествие. Вклад морских пехотинцев в сражениях за столицу отмечал сам маршал Победы Георгий Жуков. Вспоминая всех бойцов, кто отдал свои жизни в боях за Родину, к подножию памятника возложили морскую тельняшку. Но кроме торжественных речей над Бородинским полем сегодня не раз прозвучало бодрое троекратное ура. Ура! 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 Далее церемония переместилась в центр Можайска. Сотни горожан собрались здесь, чтобы стать свидетелями торжественной передачи Большого Адмиралтейского якоря. Это подарок можайцам от белорусских ветеранов ВМФ и Кронштадта. Этот якорь подняли со дна Балтийского моря и специально доставили в Можайск, чтобы в городе воинской славы был свой, постоянный символ мужества и героизма военных моряков. У моряков якорь считается символом спасения, поскольку именно ему вверяют свою судьбу все, кто находится на корабле. То, что экспонат попал именно в Можайск, можно назвать большой удачей. Этот якорь, его, кстати, хотели водрузить чуть ли не на Красной площади, рядом с солдатом, поставить матрос. Но поскольку исторически все сложилось, и он не вписывался в ансамбль Красной площади, нашли подходящее место в Можайске. Такой поворот по-настоящему осчастливил более 700 ветеранов флота, ныне живущих в Можайске. Они убеждены, что город, несмотря на свой сухопутный статус, имеет прямое отношение к укреплению морской славы России. Я бесконечно рад, что на нашей Можайской земле появился этот памятник. Я был на презентации, когда его устанавливали на поклонной горе. Памятный венок погибшим краснофлотцам возложили тоже по морской традиции, опустив на воду. Ну а в скором времени город станет еще ближе к российским военно-морским силам. По приказу Генштаба новая подводная лодка Балтийского флота будет носить имя Можайск. Андрей Драничников, Александр Страумов и Артемий Стрелов. Новости 360.